Ну что, опять пантраль вперед, опять спускаемся. Это все для себя? Ооо, смотрите. Ну и вот мы на Черинском каньоне. Дорога заняла приблизительно где-то 2,5 часа. Дорога хорошая, как мне водитель сказал, что в этом году последний участок тоже асфальтировали. Выехали специально рано, чтобы не так было много народу и была возможность проснимать дикие места такие. Но спускаться не стали, вот сейчас я сверху стараюсь с дрона сделать красивые кадры. Скалы, конечно, удивительные. У них такой интересный оттенок, красноватый. Здесь находятся такие столики, туалет оборудованный. Точка-беседка, сделанная из камня, смотровая площадочка. Красиво. Здесь такой выход. И вот там, да-да-да, туда вот народ спускается и оттуда красивый вид. Вон, вижу, там семья у меня есть. Здесь вот по краю, ну, сур кидает. Народ катит. Блин, есть такие люди, которые... Там вон контейнеры специально стоят все равно. И вот на ней вдруг и здесь вот этикетки всякие бросают. Ну что, опять пантраж вперед. Опять спускаемся. Вот этот бежит, а у меня жим-жим. Ой, концертный. Когда внизу идешь, вот есть такие скамейки, пурны. Когда наверху были, была тишина. А сейчас вот идем, и вдоль ущелья уже ветерок такой дует. Птиц не слышу я здесь. Айдар говорит, что вроде бы птицы должны возле речки. Пойдем до речки. Ботинки мои приобрели белый цвет, хотя были черными. Большинство, когда приезжают сюда, они подъезжают прям к беседкам, которые находятся здесь на краю скалы. Фактически пешком никто не хочет ходить, я заметил. Один парень вышел из автобуса с колонкой и музыкой вовсю. Естественно, мы его попросили, чтобы он выключил. Но слушать тишину надо приживали. Конечно, вот эта монументальность, она поражает. Краски такие. Хотя в октаву там тоже ракушечник имеет интересный такой цвет. В старое советское время, когда-то в школе, мы ходили в походы розовой скалой. Сейчас там находится 15 микровен, а в свое время это осталась такая даль. И вот там эти скалы розовый цвет. Очень красивые такие. А здесь такие светло-коричневые оттенки. Такие от серого, да, светло-коричневого, ярко. Немножко с красным оттенком дается. Что-то собирается здесь строить. Я думаю, скамейки какие-то. И вот я, конечно, не понимаю, про таких вот, которые ездят на машины. Пешком надо ходить. Кстати, кто хочет сюда попасть, желательно заранее покупать билеты. Звонить экскурсоводам, потому как автобусы говорят, билеты всегда... О-о-о-о, смотрите. Здесь камеечки. Дошли до речки. Река чистая, изумрудная вода такая, березового цвета. Прям манит она. Течение сильное, бурное. Вот близки солнца. Вся красота. Смотрите, наслаждайтесь. Ну, водичка для моржей как раз. Бодрая такая, бодрящая, горная. Здесь возле речки находится база отдыха. Стоят юрты. Наслаждайтесь природой пешком. Не надо шуметь. Ловите шум ветра. Тишину эту. Шум воды. Вот это самое главное. Вот люди уже приходят, туристы идут. А мы сейчас здесь по скамеечке покушаем бананов. Да, что бог послал сникерс. Сникерс, да. Крутой, да? Это не милосердный бог. Я сейчас вспомнил и подловил себе на одной такой ситуации, когда мы с Айдаром в горах были. И он говорит, когда, по-моему, в 3 500 поднялись. И он сказал, давай сейчас бананы съедим, полегче рюкзак встанет. Я потом иду, думаю, эти бананы-то внутрь вы зашли. В принципе, вес-то не потерялся, когда идешь, да? У меня такое впечатление, что мне надо, конечно, обратно вернуться. Частенько сюда ходите? Нет, первый раз выехали. Первый раз? Нет, ну, грубой. Грубой? А так сами ходили уже, да? Смотри, вот здесь где-то спускались, да? Или дальше там спускались? Мы вот по вот этой спутились. А вот этой? Да. То есть там есть беседка с края, да? С края и с нее начали. Да вы что? Да. Нам это кажется страшно, на самом деле не так страшно. Ну, молодежь, конечно, рисковый мы. Немножко у нас мандраж. Это все для себя? Нет. Или нет? Я бы не могу. Такая хрупкая, худенькая, и за таким скромным контейнером. Сколько там яиц? По-моему, яйца 4, да? Нет, 3. Или там мама послужила? Нет, я. Ты? Да. Молодец. Ну, вообще тут все по-другому красиво выглядит, но она рассыпалась. Немного обидно, если честно. Аккуратненько, конечно, внутри бы залезть, посмотреть. Что там? Давайте почитаем, что там написано. Инструкции. Безопасность. В прошлом году, говорит, стоило 8 тысяч тенге с человека. Мне кажется, конечно, дороговато. Уютненький такой дом, скромненький. И шум воды здесь рядом. Строят здесь, по-моему, валют. Зайдем посмотрим. Если вы хотите поймать тишину природы вчеройной, то сюда надо приезжать рано. Правильно вы мне говорили, что летом здесь вообще невозможно. Очень много людей. Сейчас вот уже ближе к 12. Народ с музыкой, крики, шум уже не то. Что я заметил? Когда мы в горы поднимались, там люди все здоровались. Здесь практически полчаса в ущелье. Внизу ты идешь, и с тобой практически никто не здоровается. Вот такая арифметика. Не знаю. Горы, видимо, добро давят, да? Кстати, почему так? Как ты сказал? Случайных людей нет. Там в горах случайных людей не бывает. А как вы думаете? Напишите. А как вы думаете? А как вы думаете? Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok